Товарищи офицеры, в сегодняшней торжественной церемонии по традиции участвуют представители вооружённых сил, специальных служб, правоохранительных и других силовых структур. Хочу поприветствовать всех вас в Кремле и поздравить с назначением на высшие должности и присвоением очередных званий. Вы достойно проявили себя на вверенных участках, успешно выполнили поставленные задачи. И рассчитываю, что в новом качестве внесёте весомый вклад в укрепление обороноспособности России, в обеспечение стабильности в обществе и безопасности граждан. Отмечу, что за последние годы серьёзно укрепились наши вооружённые силы. Они способны отразить любую агрессию против России, защитить и наших граждан, нашу страну и наших союзников. Сегодня в этом зале высшие офицеры, которые участвуют в операции Российской армии против террористов в Сирии. Хочу поблагодарить вас за высокий профессионализм, за мужество и за героизм. Мы будем и дальше развивать оборонный потенциал страны, оснащать все виды и рода войск вооружением и техникой нового поколения. В первую очередь, это касается стратегических ядерных сил, то конца 2020 года их оснащённость современным вооружением должна превысить 60%, а по отдельным параметрам – 90%. В сдерживании потенциального агрессора растёт роль высокоточных средств поражения. Их характеристики в полной мере подтвердились в ходе боёв с террористами в Сирийской Арабской Республике. К 2021 году ударный потенциал высокоточного оружия нашей армии и флота должен увеличиться в четыре раза. Повысится и боевая мощь сил общего назначения, которые играют ключевую роль в наземных операциях. Так, арсеналы сухопутных войск пополнят современные танки и БМП на базе платформ «Армата» и «Курганец», а также самоходные артиллерийские установки коалиции СВ. В войска поступят самолёты нового поколения, которые повысят боевые возможности авиации в полтора раза, а на флот придут новые современные корабли и подводные лодки, оснащённые высокоточными крылатыми ракетами. Наряду с комплексным перевооружением армии и флота важно и дальше повышать уровень боевой подготовки личного состава. В прошлом году качество учений и тренировок в войсках увеличилось на 13%. Уважаемые товарищи, надёжное обеспечение безопасности России прямо зависит от эффективной работы всех силовых структур, от вашей слаженности и чёткого взаимодействия при решении совместных задач. Одним из приоритетных направлений работы Федеральной службы безопасности остаётся борьба с терроризмом. В ходе февральской ежегодной коллегии уже отмечал, что здесь есть чем гордиться, есть очевидные успехи, но необходимо и дальше совершенствовать стратегию и тактику антитеррора. Более активно прошу действовать и на других ключевых участках, имею в виду контрразведку, борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией, защиту ключевых объектов инфраструктуры. Сегодняшняя обстановка предъявляет особые требования к качеству работы службы внешней разведки. Особенно это касается оперативной информации о характере и перспективах развития событий, происходящих в зонах нестабильности на Ближнем Востоке, на Африканском континенте, в ряде регионов Азии. Не менее важны и ситуации, которые происходят, складываются в других регионах мира, в ключевых. Действенной защиты своих прав и законных интересов обеспечения общественного порядка наши граждане ждут от органов внутренних дел. Важно повышать уровень раскрываемости преступлений, жестко противодействовать любым проявлениям экстремизма, закреплять позитивные тенденции, которые достигнуты в работе уголовного розыска, ГИБДД, службы участковых. Продолжается становление Федеральной службы войск Национальной гвардии. Прошедшая на прошлой неделе первая внезапная проверка боеготовности гвардейцев показала высокий уровень их выучки. Важно сделать новую службу высокомобильной, оснастить современным оружием и техникой, и, конечно, сохранить лучшие традиции вошедших в неё частей и соединений. В ходе недавней ежегодной коллегии Генеральной прокуратуры мы подробно обсудили основные направления работы ведомства. Среди них – пресечение любых нарушений трудового и социального законодательства, защита прав несовершеннолетних, пенсионеров и других уязвимых категорий граждан страны. Среди ключевых задач Следственного комитета – формирование добротной доказательной базы внедрения современных криминалистических средств. Особенно тщательно следует подходить к сбору доказательств по так называемым латентным преступлениям, в том числе коррупционной направленности. Высокий уровень профессиональной подготовки демонстрируют сотрудники Федеральной службы охраны. Это проявляется и в обеспечении безопасности высших должностных лиц нашей страны, и в зарубежных гостей, в защите важных государственных объектов и в бесперебойной работе системы конфиденциальной связи. Уверен, что столь же уверенно и надёжно вы будете действовать и впредь. Ответственная задача стоит перед российскими спасателями. Одна из наиболее важных – это развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она должна повысить безопасность граждан в местах массового пребывания, снизить риски возникновения техногенных аварий. Новые требования предъявляются сегодня к деятельности Федеральной службы исполнения наказания. В том числе к 2019 году предстоит создать систему исправительных центров. Это позволит сократить количество отбывающих наказания в местах лишения свободы, обеспечить содержание осуждённых по преступлениям небольшой и средней тяжести, облегчить содержание осуждённых по преступлениям небольшой и средней тяжести. Уважаемые товарищи, в реализации поставленных задач роль высшего командного состава исключительно высока и значима. Уверен, вы приложите максимум усилий, чтобы оправдать оказанное вам доверие. Желаю вам успехов, здоровья. Всего доброго вам и вашим близким. Товарищ Верховный Главнокомандующий, позвольте мне от всех присутствующих здесь высших офицеров высказать вам слова искренней благодарности и признательности за приглашение участвовать в этой встрече. Назначение на высшие воинские должности и присвоение высших званий нами воспринимается как знак особого доверия руководства страны. Для каждого из нас защита Отечества – это не только воинский долг, но и смысл всей жизни. Как руководитель Органа военного управления, ответственного за стратегическое планирование, применение и строительство вооруженных сил, докладываю, что все принятые вами решения реализуются в строго установленные сроки, гарантированно обеспечивая военную безопасность Российской Федерации. Основные усилия при этом Генеральный штаб сосредотачивает на повышении боевых возможностей вооруженных сил, развертывании и усилении группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях. В плановом порядке ведется перевооружение войск на новые образцы вооружения и военной техники. Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем качественно решать задачи ядерного сдерживания. Силы общего назначения, оснащенные самыми современными средствами разведки, поражения и управления, способны противостоять не только существующим, но и перспективным военным угрозам. Благодаря оснащению вооруженных сил современным вооружением, которое составляет уже более 58%, планомерной боевой учебе и приобретенному боевому опыту в Сирии, сегодня наша армия является одной из самых боеспособных в мире. Подтверждением этому являются высокие результаты, демонстрируемые войсками в ходе внезапных проверок боевой готовности военных округов, видов и родов вооруженных сил, проводимых под вашим непосредственным руководством. Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите заверить вас, что все поставленные задачи по укреплению обороноспособности нашей страны будут выполнены. Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите от имени делегации Министерства внутренних дел Российской Федерации поблагодарить также вас за участие и возможность принятия участия в этом торжественном мероприятии. Сегодня, находясь в этом зале, мы четко сознаем свою личную ответственность за своевременность реагирования на любые угрозы национальной безопасности. Мы прекрасно понимаем, что для этого нам необходимо обеспечить надежный, надлежащий контроль за оперативной обстановкой во всех субъектах Российской Федерации. Сегодня сотрудники территориальных органов внутренних дел Центрального аппарата Министерства как в повседневной жизни, так и в особых условиях проявляют свои лучшие качества. Это и отвага, это мужество, это верность долгу. Не щадя своих сил, а иногда и порой жизни, они бескомпромиссно борются с организованной преступностью, экстремизмом, делают все для того, чтобы поставить надежный заслон на пути наркопреступности, коррупции, обеспечивают правопорядок на улицах и городах нашей страны. Товарищ Верховный Главнокомандующий, хочу сказать, что мы сделаем все для того, чтобы оправдать ваше доверие. Те назначения, воинские звания высокие, которые мы сейчас получили, это кредит доверия со стороны государства, и оправдывать, конечно же, его нужно повседневным, а самое главное, результативным трудом. Хочу заверить вас, что мы будем с честью, как того требует присяга, выполнять свой профессиональный гражданский долг, и, как и прежде, будем прилагать все свои силы, профессиональные навыки и умения для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и наших граждан. Уважаемые товарищи, еще раз от души поздравляю вас с назначениями, со званиями и желаю вам успехов. Спасибо.